Решение поставлять в Приднестровский регион весь объем газа, который наша страна получает от Газпрома, поможет получить лучшую цену на электроэнергию и снизить энергетическую уязвимость Молдовы. Такое заявление сделал депутат от ПДС Раду Марян в эфире передачи Репортерс Печал на канале 2. По его словам, это решение эффективно как с материальной, так и со стратегической точки зрения. Обвинения, выдвинутые в адрес властей, не обоснованы. Народный избранник также уточнил, что краткосрочная цель правительства – пережить эту зиму. А долгосрочная – обеспечить энергетическую независимость страны. Мы посчитали хорошим компромиссом предложить такое количество газа Приднестровскому региону, чтобы они предложили лучшую цену за электроэнергию, учитывая, что у нас есть стратегические запасы природного газа. Экономия, которую мы получим, если будем покупать у Молдавской ГРЭС по цене в 73 доллара за мегаватт-час по сравнению с тем, сколько стоит на рынке, составит 61 миллион евро в месяц. Экономия, которую мы получаем, если, например, покупаем газ у Газпрома, по 700 долларов или около того, по сравнению с рыночной ценой, 1400 долларов, составит порядка 50 миллионов евро. Мы экономим больше, если покупаем электричество, чем природный газ. Кроме того, этот контракт помогает нам существенно снизить риски отключения электроэнергии в случае бомбардировок. Депутат признает, что в долгосрочной перспективе это не лучшее решение. Но, по его словам, оно оправдано в условиях нынешнего энергетического кризиса. Эта ситуация, безусловно, не является устойчивой в долгосрочной перспективе, но ситуация чрезвычайная, с беспрецедентным энергетическим кризисом в Европе в целом и в Молдове в частности, когда рыночные цены беспредельно взлетели. Это неподъемные цены для нас. Очень важно обеспечить максимально доступные цены для граждан. У нас также есть краткосрочная цель – пережить эту зиму. Этот контракт поможет и значительно снизить нашу экономическую, стратегическую и энергетическую уязвимость. «Кроме того, таким образом мы поможем Украине, которая после бомбардировок нуждается в импортном электричестве», сказал депутат от ПДС Раду Марян и объяснил, как именно. «Когда мы импортируем из Румынии, мы импортируем в соответствии с квотой, предложенной ЕС, европейской организацией по электроэнергетике, которая составляет 600 мегаватт. Мы в одной квоте с Украиной. Теперь, когда Украина подвергается бомбардировкам, ей также крайне необходимо импортировать электроэнергию из ЕС. Высвобождая это количество, они могут получить больше электроэнергии. Стратегически это приносит пользу и Украине, и гражданам Молдовы». Новость о подписании контракта с Молдавской ГРЭС вызвала волну критики. Внепарламентская платформа «Да» квалифицировала договоренность Кишинева с Тирасполем как предательство политических и национальных интересов страны. А другие представители оппозиции считают, что обговоренная цена должна быть ниже 73 долларов за мегаватт-час. Продолжение следует... Продолжение следует...